Слава Господу за этот день, который Господь даровал вам, благословил. И сегодня мы вспоминаем сошествие Святого Духа, который однажды сошел после ожидания учеников, после того, как Иисус вознесся, Иисус сказал, что вы не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите. Это было указание ученикам, что им нужно делать в этот период, когда Иисус уходит не отлучаться и ждать, потому что Иисус сказал, что я умолю Отца, и Он пожрет вам Святого Духа. И через 10 дней мы видим, что это произошло. И мы сегодня вспоминаем, мы сегодня празднуем это событие. И важно не только вспоминать и праздновать, но важно быть исполненным Святого Духа. Поэтому я хочу, чтобы мы сейчас помолились. Давайте мы совершим молитву, поблагодарим Бога за этот день, попросим, чтобы Бог благословил это служение. Давайте совершим эту молитву такую. Господь, слава Тебе, мы благодарим Тебя, Господь, за этот день. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою любовь и милость, Господь. Благодарим Тебя, Господь, что Ты, Господь, исчезлил Святого Духа. Благодарим Тебя, Господь, что Ты не оставляешь нас и сегодня, Господь. Спасибо тебе, Иисус, за все. Прог буквально ты был Господень, которое будет высокоить, и благодатном тебе Господь, что ты знаешь, Господь. Он просит тебя, Господь, благослови, благослови это служение Господь. Благослови, Господь! Плесновение, Господь! Все, чтобы было происходить, Господь, чтобы Господь было пославным тебе, Господь. Потому что ты достоин справа. Ты достой видила. Ты достоин поклонения Господи. Благодарим Тебя, Господи. Али, Бог, слава Тебе, Наши земли. Али, Бог, Господи. И все отлично, Господи, Достоин славы и благороды. Тебя благодарим Господи. Тебя мы славим. Тебя мы превосносим. Благодарим Господи. Тебя др Diazörов. 1 Благодарим Господи infB inexpensively. Тебя мы славим. Благодарим Господи. Да и продолжим LGTB благодарим Господи. Да и Светланаretup town. Благодарим Господи и благороды. Расскажи. Расскажи крови, Господи, storytellingка сыра, это что я прокладываю уже сюда, Господь! Просу тебя, Господь! Благослови, Господь! Добавнение Троить! Да будет Имя Твое, прославлено, обога. Цвет, Господь, мы благодарны Тебе за Твою любовь и милость, Господь! Которую一 раз к нам, Господь! Не по нашим заслугам, Господь! Но по своей истинной любви к нам и обблагодарим Тебя, Господь! Благодарю, Господь! Благослови, Господь, Каждого на этом месте, Господь, Тебя благодарен, Веча, имя Твое, Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Толя. И на земле, как на небе, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должников наших. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лугавого, и во Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Слава Господу. Давайте прославим Господа, споем несколько песен, и прославим Его, и споем такую песню. Поранайя, Бокаан, Святого Духа. Когда сошел Дух Святой, они ощутили такую силу, Иисус сказал, что вы получите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И тогда вы станете несвидетельными, и будете идти в Самарию и до края земли. Господь это сделал. Давайте прославим Господа. Слава Господа. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Тебе я, тихий, тихий. Повинаю я в океан Святого Духа. Жадаю единства. Жадаю единства. Жадаю единства. Жадаю единства. Повинаю я в океан Святого Духа. В этой молитве мы лично благодарим Тебя, Господь, чтобы Ты не оставил на всех людей, но послав Святого Духа, Который с нами и в нас Дух Святой, который сегодня Ведет свою работу на этой земле Ведет свою работу С сердцем каждого Дух Святой, который сегодня Наставляет нас Дух Святой, который сегодня Ведет нас Дух Святой, который сегодня Говорит в наше сердце Дух Святой, который сегодня Также обличает нас В том, что мы неправильно сделали Благодарим Тебя, Иисус, за Духа Святого. Бог Святой, мы благодарим Тебя, что Ты живешь в нашем сердце, что Ты наполняешь нашу жизнь силою Своим и помазанием Своим. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, Иисус. Слава Тебя, Господь! Мы благодарны Тебя, Господь, что Ты укрепляешь нас через Духа Святого. Благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня не чувствуем себя одинокими, Господь, Но чувствуем, что с нами Бог Потому что Ты, Господь, пришел в Дух и Святой Мы благодарны Тебе И слава на Тебе за все Аллилуйя Аминь Слава Господу Споем еще одну песню пославить Господа Учим наш, сущий на небеса Посвятится имя Твое Жизнь мою Ты держишь в своих руках И вокруг На ладонах Твоих Дайное желание В сердце Ты свое закрыл Кто увидит боль Твою За Вселенную Цепи рада раздавал Выкуп смерти заплатил Время Царства Твоего Царство Твое пришло Да будет Твоя, Твоя Да будет слава Твоя Да будет сила Твоя На земле людей Я Твои руки, Господь Я Твои ноги, Господь Голосы будут Твои Чтобы Царство Твое пришло Да будет море Твоя Да будет слава Твоя Да будет сила Твоя На земле людей Я Твои руки, Господь Я Твои ноги, Господь Голосы будут Твои Чтобы Царство Твое пришло Голосы поднимал за меня Моясь Ко Кресту руки предвождены, Не могу промолчать от Твоей любви, На земле Тебе славу верну. Тайное желание в сердце Ты своем закрыл, Кто увидит боль Твою за вселенную. Цепи яда разорвал, Выкуп смерти заплатил, Время царства Твоего, Царство Твоё пришло. Да будет море Твоя, Да будет слава Твоя, Да будет сила Твоя, На земле людей. Я Твои руки, Господь, Я Твои ноги, Господь, Голосы будут твои, Чтобы Царство Твоё пришло. Голосы будут твои, Дай мне быть Сыном Твоим, Господь, Сердце Отца для меня все дороже. Буду жить, чтобы исполнить слова Твои, Царство Твоё на земле, Как на небе. Тайное желание в сердце Ты своем закрыл, Кто увидит боль Твою за вселенную. Цепи яда разорвал, Выкуп смерти заплатил, Время царства Твоего, Царство Твоё пришло. Да будет море Твоя, Да будет слава Твоя, Да будет сила Твоя, На земле людей. Я Твои руки, Господь, Я Твои ноги, Господь, Голосы будут твои, Чтобы Царство Твоё пришло. Да будет море Твоя, Да будет слава Твоя, Да будет сила Твоя, На земле людей. Я Твои руки, Господь, Я Твои ноги, Господь, Голосы будут твои, Чтобы Царство Твоё пришло. Да будет воля Божья в нашей жизни. Что бы ни было в нашей жизни, в Твоей жизни, Скажи Господу, Да будет воля Твоя, Господь. Когда Иисус был и в Синамском саду, Ему так же было тяжело, Но Он сказал, Отец, Да будет воля Твоя. Он знал, что Ему нужно пострадать. Он говорит, Да минует, может, У меня эта чаша, но нет, Да будет воля Твоя. Часто мы хотим в нашей жизни, Может быть, что-то облегчилось, Господь, Но Да будет воля Твоя. Если мне нужно этот момент пройти, Я его пройду, если это Твоя воля. И Господь укрепит. Главное быть верным в этом, Когда ты проходишь эти тяжелые тряски Своей жизни. Слава Господу! Присаживайтесь сейчас, И прозвучит стих, Арина расскажет стих, После этого еще молодежь Стоит песню, Потом брат Андрей, И потом и слово Дат Анатолий будет проповедовать, Пусть Бог благословит. Аминь. 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 Великий Бог на деле через страдания Сына нам явил, И за руку ведет к Голгофскому подножью, Чтоб лицезреть Спасителя Царя. Даешь отпор неверью и безбожью К погибшим со страданием горя. И близко, близко грешников несчастных Приводишь ко Кресту, где распят Он, Чтобы навеки во Христе дать счастье Тому, кто через кровь Его спасен. О, Дух надежды, мудрости и света, Дух созидания, истины и сил, Твоим лучом все мертвое согрета, Ты пробуждаешь спящих из могил, И проникая в мрачные темницы, В домишко белый или золотой дворец. Ты заставляешь смертных всех смириться, Переправляя гордость их сердец. Упосети ментущихся в порогах, Живую воду и на них излей. Пусть ширятся, растут твои потоки, Врачующий и сладостный елей. О, удали сомнения и тревогу, Умножь нас веру пламенем своим, Чтоб каждый стал душою ближе к Богу И был его десницей ухраним. Дай нам трудиться, ревность не больше, Всех неживых от спячки поднимать. Пусть будут с нами три едины Божия, Твоя любовь, общение, благодать. Аминь. 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 Играет музыка Нет на свете красоты, без тебя мой Бог, Ты меня освободи, подарил любовь. Я в молитве пред тобой, руки вознесу. Я хочу тебе сказать, что тебя люблю. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя, Иисус. Люблю тебя, Я люблю тебя, Иисус. Люблю тебя, Я люблю тебя, Иисус. Люблю тебя. Люблю тебя, Иисус. Люблю тебя, Иисус. Люблю тебя, Иисус. Я люблю Тебя, Иисус! 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 Ты дороже всех на свете, Дух Святой, Небесный Голубь. Дух Святой, огонь и ветер, Дух Святой, ты так недорог. Ты дороже всех на свете. Дух Святой, Небесный Голубь. Дух Святой, огонь и ветер, Дух Святой, ты так недорог. Ты дороже всех на свете. Слава нашему Господу! Дух Святой, это то, что объединяет нас. Аминь. Дух Святой, это любовь. Потому что мы знаем, что Отец, Сын и Дух Святой, это одно. И это любовь, которую оставил Христос для нас. После того, что Он вознесся, Он отговорил, не печальтесь, а я посылаю вам другого. Вместо меня до такого же самого. Это Дух Святой. Слава нашему Господу! Поэтому очень важно верить в том, даже апостол Павел, послание Харимб, 13 глава. Там многие говорят, да, в последнее время все не будет, ни Духа Святого, ни только любовь. А что такое любовь? Это Бог. И мы знаем, что Бог, это и Дух Святой, и Отец, и все вместе. И у кого будет Духа Святого, у того будет и любовь. Аминь. Слава нашему Господу! Украшение сейчас мы видим, что маски уже, да? Но я так подумал, иногда, возможно, духовное украшение для некоторых сестер, возможно, что поставили на голову, да, маски. Больший эффект. Но мы знаем, что нам не мешает. Иисус Христос однажды, я вспомнил случай, когда с учениками и фарисеи говорили, учитель, смотри, твои ученики, да, едят, с грязными руками, или не помыли руки. Иисус Христос, что говорил, неважно. Важнее то, что выходит из ваших сердец, да, из ваших уст, то будет убивать вас, а то, что заходит грязь, даже пусть мы заболеем, ничего. Но то, что выходит, то, что выходит, наши слова, вот лучше духовная маска, чтобы у нас была, и это означает Дух Святой. Это означает христианин с духовной маской, иметь Духа Святого. И я вспомнил, недавно прослушал пробовать Владимира Пустанова, он говорил, что христианин без Духа Святого, это иногда очень похоже на обычное животное, которое в любой момент может выходить из себя, своих эмоций, взорваться, может побить, может поднять руку и так далее. Это означает человек без Духа Святого, или христианин без Духа Святого. Но когда у нас будет Дух Святой, поэтому Иисус Христос говорил ученикам, будь и Дух Святой, дам вам Духа Святого, то есть я буду возле вас. Когда Иисус Христос был на земле с учениками, то Он всегда поправил их, всегда показывал, вот не надо так, вот не надо так. Ученики говорят, Господи, смотри, этот город, давайте вызываем огонь с неба, что нам стоит этого? Иисус Христос говорил, не надо, утешил их, поправил. Так же сейчас это означает для нас Духа Святого, место Христа, с нами, это поправит нас. Когда мы хотим иногда выходить из себя, показывать наши силы, эмоции, величество, Дух Святой говорит, не надо. Пусть будет так. Будь христианином. И моя тема называется, я коротко буду, потребности Духа Святого. Первая очередь, для чего нам нужно Духа Святого? Церковь, христианина, для чего нужен Дух Святой? Это первое, самое главное, для чего, как вы думаете? Быть свидетелями. Это первая миссия Церкви, быть свидетелями. И для этого, в первую очередь, Дух Святой должен христианину, чтобы он был свидетелем. Диане, первая глава, 5-5 сиха, написано, «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будьте крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не в силе время, Господи, восстанавливаешь ты Царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил своей власти. Но вы примите силы, когда сойдет на вас Дух Святой. И будьте мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли. Будьте мне свидетелями». Часто мы спрашиваем и задаем у себя вопрос, «Возможно, это последнее время? Не сейчас ли последнее время?» Но Иисус говорил, «Это не ваше время». Ваше время быть единодушным, быть наполненным Духом Святым, быть свидетелем в вашем городе. Это не обязательно быть миссионером. Нет, в первую очередь быть свидетелем в нашем городе. И мы знаем сейчас, в какое время пришло. Мы не можем сделать массовые евангелизации, евангелизировать, да? Самое время быть сам себя евангелистом. Показывать пример, говорить человеку, проповедовать. Один на один – это самая эффективная евангелизация. Все исследовали. Самая эффективная евангелизация – это один к одному. Каждый может евангелизировать. Не массовые евангелизации. Самые меньшие потребности надо, финансы и так далее, чтобы мы были свидетелем. Но для этого мы должны быть полными Духом Святым. Для этого нужен Дух Святой. Кто-то говорил, проповедник один, что быть христианином и верить, что не нужен тебе Дух Святой – это то же самое, что иметь уши и не слышать. Пытаться дышать без легких, иметь глаза, но не видеть и так далее. Это то же самое, что быть христианином и верить. Не каждому дано сразу, но верить не нужен. Это самое неразумное мысль. Быть христианином и мне не нужен Дух Святой. Нет. Дух Святой нужен каждому христианину. Слава нашему Господу. Второе, для чего Церкови нужен Дух Святой, потребность Духа Святого – это мы находим 2 глава 1 стих. Деяния святых апостолов. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. И когда сошел Дух Святой? Когда они были вместе, они единодушны. Для чего нужен Дух Святой Церкви? Это для того, чтобы мы были едины. Аминь. Для этого важно Церковь, чтобы собралось. Не знаю, кто скучал про это общение Церкви, собраться. Для этого Дух Святого, чтобы вместе быть единодушным. Да поможет нам Господь. Церковь – это хорошо тем, что она организована. Мы организуем все дела. Но без Духа Святого. Это похоже на то, что иметь дома холодильник, кондиционер, что мы еще имеем? Телевизор, да? Но не иметь электричества. Как вам такое польза от всего? И мы знаем сейчас все. Иметь телефон и не иметь зарядки. Кого устраивает такой телефон? Даже 11 про, да? 12 наций скоро будет. Нет, так же самое. Быть христианином. Церковь, быть организованной. Все хорошо, но в своем месте. Песня, идеал. Проповедь. Учить проповедь наизусть. Но без Духа Святого. Это то же самое, что все это бытовая техника без электричества. Поэтому очень нужна церковь, чтобы надеялась, молилась, просила каждый день, чтобы Христос снова послал Духа Святого. Духа Святого это не означает один раз и все. Каждый день мы должны просить Духа Святого. Дух Святой, приди сегодня, приходи, будь со мной, поправь меня, руководи мою жизнь. Дай мне силы не выйти из себя. Быть свидетелем, быть светом. Везде, даже в моем семье, даже с женой, с детьми и так далее. Да поможет нам Господь. Аминь. Церковь, это не только физическая. И раньше люди, христиане думали, что христианские семьи обязательно должны умножаться физически. Да, чем больше детей. Нет, это не только это. Церковь в первую очередь должна евангелизировать, как я говорил. Но для этого надо Духа Святого. Еще хочу закончить с такой мыслью, что без Христа, церковь, без Христа и без Духа Святого это не церковь. Это просто, возможно, обычай. Это просто, возможно, духовная такая аэробика. Как многие, да, стоят и просят. Просто какая-то духовная такая... Но без Христа, центра, нашего центра должен быть Христос. В первое, что мы верили, что Христос есть наше спасение. И потом Дух Святой. Христос и Дух Святой. Тогда будет полноценная церковь в нашей жизни. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Что мы не просто... Я верю сильно, что мы сегодня все на этом месте собрались не просто побычи, но с жаждой. С жаждой снова быть вместе. Быть недодушно. Почувствовать вот эти силы Духа Святого. Аминь. Давайте будем молиться еще раз и просить и благодарить Духа Святого. Благодарить за то, что мы вместе. За то, что мы имеем Христа. За то, что Он послал нам Духа Святого. И просить, чтобы Он наполнил нас дальше сегодня. И не только сегодня, но дальше. Выходя отсюда, чтобы мы были истинными христианинами. Аминь. Которые будем свидетелями. Будем Светом. Здесь и в этом мире. Давайте поднимемся и будем молиться. Господи, Господи, Иисус Христос, поблагодарим Тебя. Мы славим Тебя, Господи. Повеличаем Тебя, Иисус. Особенно, Господи, радуемся, что Ты, Господь, дал нам жизнь. Иисус послал нам Духа Святого. И мы чувствуем, Господь, Себе. И Господь чувствует Твоё присутствие. Господь, и мы не боимся, Господь, потому что Ты слава, Господь. И Твоя слава Тебе. Коснись, Господи, каждого. Мы нуждаемся больше в Тебя, Иисус Христос. Господь, мы нуждаемся больше в Тебя. Мы нуждаемся, чтобы Ты помог нам каждый день. Чтобы мы были похожи на Тебя, Христос. Чтобы мы были похожи на Тебя, как ты хочешь. Помоги, Господь Иисус Христос, Бог святой. Ж幹ой, Господь и Иисус Христос. Мы большим, CBW, свидетелями Господя. В нашем городе, в первую очередь, в cookie наших друзей, Господь Иисус, Бог приветствую. Говоря, что мыscale, Господь Иисус Христос, в первом дверь, с Богом Христос. О Господи, наполняй нас, наполняй Тебе, наполняй Ты Иисус Яседшого, Господи, а ты наш Царый и добра Судьбы спокойствия, ты наш Бог, благодать. Добра! Благодарим тебе Господь и благодаря Господь, что ты Господь спас нас. Господи, в этот день в Рождении Церкви, Господь wouldn't праздну мы это Господь. Мы радуемся Господь, что каждый, Господь присутствует на этом месте, частью церкви. церковь, Иисус Христос. И мы верим, что однажды, Господь, мы будем с Тобой, Иисус Христос. Но мы просим, Господи, прости наши грехи. Мы часто, кто святой, горчает Тебя, Иисус Своим. Прости нас. Господи, Иисус Христос, посылай снова Духа Твоего. Дай каждому, Господи, эту надежду, эту силу, Господи. И это помощь. Помощь, чтобы Ты поправил нас, Иисус Христос. Мы нуждаемся. Помоги нам быть свидетелем. Быть светом в этом городе. Среди наших друзей, Господи. И везде, Господи. Чтобы мы были истинными христианами, Господи. Не только название, Господи. Не только конфессии различаться, но Свет и Дух Святой, чтобы жил нас, Иисус. Мы славим и величаем Тебя. Аминь. Пусть Бог нас на истине. Присаживайтесь. Спасибо за слово. Также Павел говорит, что мы также не должны забывать, чтобы исполняться Святым Духом. Он говорит, не убивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым. Чтобы мы не забывали эту часть своей жизни. Для того, чтобы быть Вадимом Духом Святым. Для того, чтобы слышать этот голос Святого Духа, нам нужно исполняться Духом Святым. И Он говорит, как? Воспевая псалмы, духовные песнопения, назидая друг друга за все благодаря Господа. Другими словами, Павел наглашает на то, что в центре должен быть Господь, и мы должны прославлять Его. И тогда мы наполняемся, когда мы славим больше Господа. Когда мы благодарим Господа, тогда приходит это наполнение Святым Духом. Напоможем нам в этом Господь, чтобы мы не забывали также это сейчас. И молодежь святой песни после этого святой песни и еще молодежи и послушаем также еще слово Божий подвигок также поделиться словом. Субтитры создавал DimaTorzok за Тебя, Господь, кровь бежит в тебе и до сих обрось убери воскрес Бог твоей земли небеса небес небес Бога и Творца, и не знал солдат, Крабо бьет рука, только Бог молчал По своей любви, Он его хотел смертью обрести. Это мой Бог, это мой Бог, умери воскрес. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 А Библия говорит, чистые сердца Господа узрят. Сегодня время, да, но и для нас. Сегодня время, мы вспоминаем то, что было много лет назад. Но смотрите, читая Слово Божие, когда в тебе полнота Божья. Петр, когда пришли за Истинцами, он не провозгласил Слово. Он вытянул меч и давай мечом резать. Но когда Господь излил силу Духа Святого, он не вытянул меч. Он сказал Слово. Смотрите, что говорил. Он устал и сказал, а слушайте люди, эти люди не пьяны. Как часто сегодня мы стыдимся сказать Слово Божие, то, которое ведет ко спасению. В это время нам кажется, что оно, ну ничего, оно так пройдет. Знаете, я радуюсь одним братом, пастором, Артур Симонян, есть такой благословенный пастор. Может кто-то его слышал, а может кто-то не слышал. Послушайте его, у него хорошие свидетельства. Он говорит, что я не могу сидеть дома. Я выходил на улицы, я проповедовал Слово Божие. Люди каялись, принимали Христа. Я на улице вставал, молился за них. Господь крестил Духом Святым прямо на улице. Не искал церкви. Божья благодать изливается сегодня. Слава Иисусу Христу. Сегодня время дано для каждого из нас. В то время совершилось великое действие. Оно не закончилось. Многие говорят, что работа Духа Святого кончилась. Нет. Дух Святой будет поднимать церковь свою. Дух Святой будет поднимать церковь Иисуса Христа. Я хотел бы, чтобы мы приготовились к этому. Чтобы Духа Святого полнотавна была у тебя и во мне. Может ты сегодня чувствуешь, что тебе что-то не хватает. Может ты сегодня чувствуешь, что тебе надо сделать сегодня шаг к Господу. Делай это сегодня. Потому что тот, который стучит в твое сердце, Он нежно зовет. Нежно зовет. Вы знаете, я смотрю на Иисуса. Насколько Он, как Господь, К каждому сердцу стучал. Находил подход. Дух Святого послал. Утечителя. Благословение послал в твою и мою жизнь. Давайте мы примем это благословение. Давайте мы примем то, что сделал Господь и дал. И сегодня Господь хочет, чтобы мы пребывали в силе Его. Вы знаете, читал я одно свидетельство. Один брат зашел в церковь и сказал так. Сегодня вся церковь будет петь Духом. А все удивились. Как мы же не тренировались? Мы же не репетировали. Мы же не делали так, чтобы вот два-три часа одну песню изучать. Как мы все будем петь Духом Святым? Он говорит, увидите. Вышел на сцену. Помолился. Говорит, давайте мы поднимемся. И как все поднялись, вся церковь запела Духом. И был первый голос, второй, и дальше. Почему? Если Дух Божий руководит, там есть бодрадат и благословение. Мое желание для меня и для каждого из нас. Прибывай, Господь. Сегодня время для Тебя доно. Ищи сегодня лица Господнего. Сегодня многие радуются. Сегодня многие празднуют. Что для Тебя является сегодняшний праздник? Кто для Тебя Дух Святой? Дай, пожалуйста, ответ. Если Он Господь, прибывай, Господи. А если Он просто зеленый праздник, зеленая неделя сегодня, то праздну зеленую неделю. Но знай, что Дух Святой стучит в каждое сердце. Потому что Он призывает тебя ко Христу. И Он хочет дать жизнь. И Он хочет дать спасение. Я благодарю нашего Господа за всю Его благодать. Я благодарю Его за то, что Он дал нам в это время жить в это время. Хотя бы оно тяжелое, тяжелое идет. Но я благодарю нашего Господа, что Он не оставил до этого времени. И не оставил. Если даже мать забудет грудное дитя, Иисус сказал так, Я не оставлю и не забуду. Я благодарен Господу за это время. Итак, было время, когда Господь излил силу Духа Святого. Он хочет и тебя благословить. Он хочет для тебя излить. Он любит тебя и ожидает тебя. Да будет имя Его благословено. Ныне и во веки веков. Аминь. Слава Господу! Спасибо за слово. И чтобы мы не забывали о том, как было сказано, что сегодня не зеленые праздники, но сегодня мы вспоминаем сошествие Святого Духа. Дух Святой, Он сошел. Была эра Отца, эра Иисуса Христа, когда Он пришел и выполнил свою миссию. И сегодня эра Святого Духа, который Иисус Его послал. И Он действует сегодня в нас. Он сегодня действует на этой земле. Это Дух Святой. Иисус не мог быть одновременно со всеми людьми. И поэтому, когда Иисус говорил ученикам, что мне нужно будет уйти, они изумились, они опечались. Иисус, почему? Ведь они понимали, что как же мы будем без Иисуса? Его можно было спросить о чем-то, и Он бы сразу ответил. Если мы не могли исцелить, Иисус бы пошел и не исцелил. А теперь как мы будем? Им нужно было адаптироваться к чему-то новому. Им нужно было научиться строить отношения с Духом Святым. Им нужно было научиться слышать голос Святого Духа. Поэтому пусть нас Бог благословит в этом. Чтоб мы строили эти отношения. Чтоб мы были чутки к голосу Святому Духу. Чтоб мы слышали Его. Потому что Дух Святой это рождение Церкви. Когда сошел Дух Святой, они пошли по земле. Они пошли в движение. Поэтому сейчас не время жить для себя. Но сейчас мы должны помнить, если в нас живет Дух Святой, мы должны жить в движении, то есть служа нашему Господу, говоря людям о Иисусе Христе, о спасении. То, что делали ученики. Эта миссия сегодня на нас, на Церкви. Деяниях апостолов нету слова «Аминь». Но оно сегодня продолжается. И мы, те, которые должны творить эту историю с помощью Святого Духа. Давайте встанем, помолимся, поблагодарим Господа за это служение. И также не будем огорчать Святого Духа. Павел говорит, не огорчайте Святого Духа. Он говорит, что всякое гнилое слово, раздражение, ярость, злоречие, это все огорчает и оскорбляет Святого Духа. Поэтому будем также искоренять эти плохие привычки, качества характера, которые еще не угодны Святому Духу. Будем стараться и быть совершенны. Давайте совершим молитву. Господь, мы благодарим Тебя за это служение. Благодарим Тебя еще, Господь, за Святого Духа. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы имеем возможность служить Тебе. Господь, веди нас. Веди нас, как Ты знаешь. Веди нас, Господь, чтобы мы исполняли боль в Твою любовь. Помоги нам в этом, Господь. Помоги нам идти вперед, Господь. Иска Твоего лица, быть в движении, Господь. И весь сердце это одно и Святого Духа, чтобы служить Тебе, чтобы правду в этом, чтобы говорить людям о спасении, о Иисусе Христе. Помоги нам, Бог Святой, в этом. Наполняй наши сердца. Наполняй нашу жизнь Собою, Твою Святой. Искореняй тень недостатки. Говори нам, где мы еще не так поступаем. Чтобы мы искореняли плохие привычки в своей жизни. Чтобы Ты, вот, наполнил все области нашего сердца Твою, Господь. Чтобы мы, Господь, слышали Твой голос. Чтобы мы повиновались Твоему голосу, Господь Святой. И исполняли то, к чему Ты нас призываешь, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Благослови каждого, Господь. Себя обеличаем и славим. Великий Бог, Отец, и Ценный Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общения Святого Духа да пребудет с нами. Аминь. Аминь.